Приветствую вас. Я думаю, что основная проблема ваша заключается в том, что вы не сформировали запрос как такового. То есть, запрос есть, но в рамках ответа на один вопрос, его вряд ли можно решить и удовлетворить. С другой стороны, коли вы говорите про самоотказ и чувство собственного величия, это невроз. Есть такое понятие, рыболепствующий тиран, это вот про вас. Стереотипы, зажимы, ограничения, неверные установки, предрассудки, понимаете? И всё это вас, всё это вас, всё это часть вас. Вы молоды и вам легко помочь, но для этого нужна работа, индивидуальная работа с психологом. Психокоррекция, транзактный анализ, возрастная регрессия. Все эти вещи необходимо делать для того, чтобы вам помочь, чтобы вы нашли того истинного себя, которым вы являетесь. А не прыгали бы из стороны в сторону, то к одному полюсу, то и к другому. Вы пишите, значит, в прошлых вопросах писал первый и второй про цели, успех, эмоциональное состояние. Понимаете, успех, это очень субъективно. Успех, это всегда социально. Успех, это всегда стремление доказать кому-то что-то. Успех, это то, что является признаком перфекциониста. Успех, это попытка самоутвердиться, как правильно сказал вам коллега. Но вместе с этим, это является и тем, что вас обесценивает. Как только вы примете себя, то есть перестанете считать в себе что-то плохое, как только вы перестанете отрицать счастье в себя, какие-то элементы, как только вы перестанете подавлять в себе свои желания бороться с ними, как вы это делаете сейчас, успех вам станет неважным, а эмоциональное состояние будет не зависеть от наличия или отсутствия его. Что же касается целей, то они будут формироваться благодаря вашим желаниям и возможностям. Таким образом, можно говорить о том, что самоотказ искусственного ограничения пришло из семьи. Я этого сделать не могу, это мне не позволено, этого я не достоин, тут я не должен ничего делать. Ну а ЧСВ, это понятно, эм, купирование идёт. Так. Немного проанализировал, понял, что действительно проблема частично, если не полностью, не полностью кроется именно в отношении к миру и ощущение себя в нём. Понимаете, Михаил, эм, при всём уважении к вам я не очень понимаю, почему вы сами анализируете в чём проблема. Сами вы анализировать в чём проблема не можете, потому что вы субъективно, понимаете. Самокопание и самоанализ очень опасные вещи. Это затягивает, это становится образом жизни, а самое главное у этого есть какая-то выгода. Всегда. Итак. Проблема кроется именно, именно в отношении к миру и, эээ, ощущение себя в нём. Ну, я полагаю, что отношение к миру прямо вытекает из того, как вы относитесь к себе. И от того, как вы относитесь к себе, зависит то, как вы чувствуете себя в мире. С другой стороны, в силу того, что человек существо социальное, что его социальный компонент, который вас давляет достаточно мощно, действует по обратной схеме. Он отталкивается от того, как человек чувствует себя в мире и приходит к тому, как человек чувствует себя по отношению к себе. То есть, от того, как я воспринимаю себя по отношению к другим, зависит то, как я воспринимаю себя по отношению к самому себе. Пожалуй, вам нужно выбрать свою систему. От чего вы отталкиваетесь? От личного или социального? Плохого и хорошего выбора нет. Каждому своё. Главное, чтобы выбор был свободный и чтобы четко понимались последствия, плюсы и минусы. И чтобы не было чувств вины, страха, тревожности, стыда, злости, гнева. Вы пишите, что быть проще, лучше. Понимаете? Не всегда. Простоту можно использовать себе во благо, простоту можно использовать себе во вред. Я думаю, что простота означает возможность человека смотреть в корень, в суть, чего угодно. Проблемы, ситуации. Делает ли это его реально проще? Нет. Означает ли это минимальное количество контекста тех или иных вещей? Нет. Не означает. Успеха будет гораздо больше, пишите вы. Нет. Такое понятие, как больше успеха, неправильно. Скорее успех будет более естественным, более живым, спонтанным, ожидаемым, даже, я бы сказал, предсказуемым. Этот сам Печневый недавно узнал под случаем работников своего цеха, они говорили как раз о моей выходке. Ну, вы знаете, вот, выходка ваша, это, я так понимаю, эпизод с тем, когда вы вернули работу, не стали ее брать. Так вот, знаете, это не выходка, обсуждая кого-то, люди говорят о себе. Им приятно думать, что вы испугались, или им приятно думать, что вы отказались, чтобы не быть выше. Вне зависимости от того, что люди говорят, они говорят о себе. Они не говорят о других. Поэтому, если они называют ваш поступок выходкой, ну, может быть вы его сами таковым считаете, это лишь субъективное восприятие. На деле, речь идет о том, что вы хотели, вы хотели работу, но для чего вам работа, на которой вы не смогли бы честно работать, было бы ли это настоящим успехом, тем, к которому вы стремитесь. Большой вопрос. Вы пишите, да, действительно, получилось очень подло в отношении начальства, сам начальник, в принципе, верил и уже готов был дать повышение, разряд. Выданная работа оказалась так, для его личной галочки была даже не для отдела кадра и так далее. Но вы-то этого не знали и поступили честно. Думается мне, что здесь у вас есть элемент упущенной возможности. У меня к вам вопрос. Чем отличается упущенная возможность от выбора? Упущенная возможность, это когда человек знает, что он мог это сделать и не сделал. Побоялся, испугался. А выбор, это когда человек не брался за то, что он сделать не мог, потому что у него не было навыков. Думается мне, что на подсознательном уровне вы были в курсе, подозревали, что раз начальник, сторонник такого вот неформального подхода к работе, к заданию, то он это сделает и еще. Еще раз. И от этого вам не было лучше. От этого вам не было хорошо. От этого вы, скорее всего, испытывали только лишь негатив. И надо сказать, испытывали правильно. То есть нужно понять, что вы потеряли здесь, да, что вас задело больше всего, и по какой причине вы не стали этого делать. Вот если вы разберете, откуда это идет, став более свободным, вы, я полагаю, ну, в общем, перестанете грустить по этому поводу, потому что вы точно знаете, что при первой же возможности воспользуетесь ею. Одним опытом работы все-таки не отделаешься, нужен якобы повод. Я не очень, если честно, понял этот момент, какой нужен повод, если в трудовом законодательстве, я полагаю, все написано очень четко. А вы не думали о том, что этот человек, которому нужен повод для того, чтобы взять на работу кого-то, так же может его оттуда и убрать? Ну, повод. Сейчас, сейчас бы вы дали повод, чтобы вас взять, а потом вы дали бы повод, чтобы вас уволить. Не считаете? Так. Думаю, уже извиниться над своим поступком. Вы знаете, если вы хотите еще больше унизиться, если вы хотите выставить себя несостоятельным, если вы хотите показать, что вы не умеете принимать решения и не держите свое слово, а так же не несете ответственности за то, что делаете, то да, извиниться стоит. Но если вы хотите, чтобы вас уважали, не нужно извиняться, ибо вы находились в рамках. Просто сделайте так, чтобы на случай, если повышение будет еще, чтобы это было уже наверняка. Увольняться из-за этого не хочется, а, кто говорит об увольнении, привык очень сильно к работе, коллективу, другим работникам. Я полагаю, что в этом есть, опять же, что-то от неудовлетворения. То есть, привыкать к работе, коллективу, работникам, это, знаете, совмещать лично и профессионально. А так быть не должно. Сейчас мы предложим вам выделить привычку к работе, что вам дает, какая выгода. Привычку к коллективу, то же самое, и привычку к другим работникам. То же самое выделить. Выделите это отдельно, посмотрите, что за этим стоит. Слишком умный, завышенный, важный, наверное, это как раз про меня. Это то, каким вы хотите себя видеть. Точнее, то, каким вы себя видите, отдаляясь от коллектива, находясь в себе, в своем собственном мире. Это то, каким вы мечтаете себя видеть, но при этом ничего не делаете, потому что не уверены в себе. С одной стороны, у мечтаний есть свои причины, это избегание. То есть вы избегаете мечты. С другой стороны, то есть вы ничего не делаете, говорит о неуверенности в себе, которая является причиной избегания. Не будет неуверенности в себе, не будет избегания, не будет мечтаний, не будет завычной самооценки, которая нужна для того, чтобы компенсировать самооценку заниженную, которая есть на самом деле. Понятно, что такие черты полезны, нет? Нет, Михаил, они не полезны. Они полезны только если это несет вам пользу, но они не полезны, если это несет вам вред. И не важно, не важно, на руководящий вы должности или нет. Другое дело, что руководить вам хочется. И хочется иметь власть. Здесь я соглашусь со своим коллегой. Почему? Потому что власть создает чувство значимости. Но владея чем-то, человек по-преднему не владеет собой. Это значимо иллюзорно. И появляется точно такая же привычка к власти, как и коллективу, к работе и так далее. Вы говорите, явно не для обычного рабочего. Обычный рабочий – принижение и обесценивание. В этом вы видите себя. Боитесь серости, боитесь грязи, боитесь низа, боитесь, ну, рядового положения. Почему? Потому что не уверены в том, что вы индивидуальны. И от этого пытаетесь, от этого пытаетесь всячески подчеркнуть свою индивидуальность. Хотя бы в мечтаниях. Возникает вопрос. По какой причине вы отвергаете свою индивидуальность? Она ведь у вас есть. Просто она не вписывается под стереотипы, которые у вас есть. И здесь нужно сказать так. Принимая стереотипы, вы становитесь социальным индивидом. Принимая свою индивидуальность, вы становитесь личностью. И первое и второе бывают совместимы, но, к сожалению, крайне редко. Нужно, опять же, делать выбор. Замечаю, пишите вы, что уже несколько лет, но ничего не могу с собой поделать. С одной стороны, ограничиваю себя, чем только можно. Зачем? Кто это делает? Кто ограничивает? Вы сами? Нет. Сами бы вы себя никогда не стали бы ограничивать. Почему? Потому что ребенок себя ни в чем не ограничивает. Ребенок делает то, что хочет. Получается, что ограничивают вас фигуры. Родительские, профессиональные, значимые фигуры и так далее. Именно они делают это. В целом, ограничения, конечно, нужны. Но, необходимо пропускать их через фильтр. Вот, для примера, возьмите одно какое-нибудь ограничение. Самое маленькое, самое ничтожное может быть. Подумайте, на каком основании вы себя ограничиваете? Откуда это пошло? Кто внушил вам, что так нельзя? Другой, бросить какой-либо понт, это самое главное, пусть даже не в мою пользу. Что чаще всего. Правильно? Потому что вы не можете реализоваться естественным образом и реализуетесь неестественным. Глупо получается? Нет, не глупо. Это нормально. Если бы вы не делали этого, то, возможно, зашли бы с ума. Смириться с таким вряд ли получится. Не очень понял, чем с таким. Так как опор, компенсации такого характера в виде связей, больших денег, председних должностей у меня и у семьи нет. А при чем здесь это вообще, вообще? В чем здесь деньги, связи? Вы думаете, что связи, должности, деньги обуславливают именно такой тип людей? Слишком умные, важные, ценные, завышенные? Нет. Люди слишком умные, завышенные и важные никогда не смогут занять серьезные посты. Потому что это люди невротики. Невротики никогда не добьются в жизни чего-либо стоящего. Потому что у них везде свой личный интерес. А добиться больших денег и должностей нельзя преследовать только свой личный интерес. Он может быть в качестве стимула и мотива. Но он не может быть в качестве определяющего вектора. Но здесь у вас есть один тот самый стереотип. Откуда вы взяли, что ваш характер завышенный, важный, ценный, значит, ограничивающий себя в чем только можно, а с другой стороны бросающий понт, Обязательно характеризует деньги, власть, сила. Не думали ли вы о том, что если вы перестанете себя ограничивать, то и понты бросать не нужно будет? Но, вероятно, вы этого не хотите. Потому что данная ситуация позволяет чувствовать себя жертвой, позволяет чувствовать себя неоцененным, позволяет чувствовать себя нереализованным, униженным. А это, в свою очередь, позволяет думать хуже о ком-то, чего в другой ситуации сделать вы бы не смогли. Вы пишите, я даже не знаю, что делать дальше. Простым быть лучше на самом деле, если не приборщивать. Ну, нужно разобраться с тем, что такое простой. Простой, с точки зрения психологии, это человек, не понимающий большого количества контекста. Простой, с точки зрения мудрости, это человек, с точки зрения философии, но почти синонима, это человек, смотрящий в корень, в суть. Определитесь, что для вас отношает быть простой. Вообще, простой человек на языке социальном, это тот, с кем каждый может найти общий язык. То есть, иначе говоря, если вы хотите иметь связи, то вам нужно уметь общаться с любым человеком. Для этого, опять же, нужно принять себя и не принимать на свой счет все, что вам говорят. Для чего необходимо повышать уверенность в себе. Вы пишите, быть простым плюс завышенным считай крест на своем возможном успехе. Ммм, нет. Нет. Во-первых, быть простым и завышенным нельзя. Ну, может быть и можно, но это скорее исключение из правил. Человек либо простой, либо завышенный. Одно другое исключает. Поэтому здесь вы играете словами. Ну и по факту, из того, что вы сказали, очевидно, лучше быть простым. Хотя бы потому, что вы не написали минусов. Ну, может быть допишите, тогда можно будет говорить. Ну, вот. И креста на успехе нет. Как вот получается. По общению, про то, что молчали, если разговариваю по душам, то с более понятливым человеком, который не делит людей на типы, характер и так далее. Но ведь вы, Михаил, вы сами делите людей на типы. Вы сами делите людей на руководящих и обычных рабочих. Получается, что вы общаетесь с теми, кто не делит людей на типы и характеры, потому что вы хотите таким быть. Но таким вы не являетесь. И общаясь с таким человеком, вам приятно. Вам спокойнее. Понимаете, какая история. То есть вы хотели бы, чтобы вас не делили на типы характера, но сами при этом вы делите. Понимаете, какая история. На самом деле, ситуация будет улучшаться, если вы будете относиться к другим так же, как вы хотели бы, чтобы относились к вам. Разговоры обычно все равно в полу негативе каком-то, и увы, это не девочка. Если вы пишите, что разговоры в полу негативе, почему это должна быть девочка? Если это разговоры в полу негативе, то понятно, что вы говорите о том, что волнует вас. Почему это должна быть девочка? И почему это, увы, не она? То есть почему для вас, увы, то, что это не девочка? Ведь слушая девочка, ваш полу негатив, с вами бы она никогда не была. Согласны? В целом, как я уже и сказал, какого-то конкретного запроса в вашем тексте нет. Мне кажется, что вот этот вот полу негатив, о котором вы говорите, вам нужно рассказать знающему человеку, психологу, который увидит в этом вас и будет потихонечку разбирать в процессе беседы и общения. Я думаю, что вы уже готовы к тому, чтобы встать на путь избавления от невроза. Для этого нужно просто начать говорить с психологом о том, о чем вы говорите с другими людьми. Ведь психолог тоже не делит людей на типы и характеры. Психолог понимает и принимает абсолютно все, только в отличие от друзей, он это делает профессионально. И он даст профессиональную обратную связь, которая поможет вам наконец-то получить то, чего вы так и желаете. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, вы можете написать их в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok